А казахстанцы склоняются к мнению, что после трагической смерти Дениса Тена ситуация с автокражами не изменилась. И тому пример новый случай в Алматы. За одну ночь Ольга Терехина решилась сразу всех колес на автомобиле. Грабители сняли диски с шинами и даже болты с собой прихватили. Обнаружила, что все четыре колеса были сняты и поставлены на кирпичики. Это, видимо, были уже опытные грабители. Сигнализация была есть, но она не сработала. Вот в таком виде Ольга Терехина обнаружила свой автомобиль. Пропажу колес она заметила утром, когда собиралась отвезти детей в школу. Машина была припаркована буквально перед окном, в 10 метрах от дома. Как грабителям удалось разуть машину без свидетелей и обойти сигнализацию, автовладелец до сих пор не понимает. Ущерб вышел приличным. Камеры у нас нигде не установлены, и соседи тоже ничего не видели. К ним заходили домой, спрашивали, никто не видел. Сразу утром мы начали смотреть и в ЛХ, и в колесах. Как раз в колесах мы увидели похожие. Там был один диск, уже с другой резиной зимней. 160 тысяч просили вместе с диском и с резиной. Мы тоже решили выяснить, по чём продают поддержанные шины и диски, и гарантируют ли продавцы, что это не краденый товар. Для этого мы отправились на авторынок. Все продавцы в один голос утверждают, что товар не краденый, доказать обратное невозможно. А тем временем Ольга Терёхина написала заявление в полицию. Но найдут ли воришек – большой вопрос. Всё-таки полицейским так и не удалось перекрыть чёрный рынок сбыта украденных автозапчастей после смерти Дениса Тена. И если тогда это были зеркала, то сейчас колёса. В преддверии зимы на этот товар большой спрос, а значит будет и предложение.